Прошедшая сессия горсовета началась с ежегодного отчета мэра. Отчетный год был насыщен значенными событиями для каждого из нас и для страны в целом. С самого начала года мы продолжили работу по строительству и модернизации инфраструктуры. С созданием комфортной и благоустроенной городской среды. Приступили к реализации запланированных на 22-й год мероприятий. Заключили соглашения и контракты по новым объектам. В целом депутаты признали работу мэра удовлетворительной, но только потому, что оценку отлично выставлять не принято. Мы вместе проработали в 2022 год и видим, сколько много дополнительных денежных средств пришло. Когда мы начинали в 2022 год, было 13 миллиардов рублей в бюджете. И уже в конце 2022 года порядка 22 миллиардов с лишним. Это большая работа была проведена. Они были не только получить деньги, а освоены были. И результат огромный. Оценка работы, конечно же, удовлетворительна, неофициально. Отлично. Спасибо за нашу совместную работу. Основные вопросы на рассмотрении – корректировка бюджета на 23-й год, а также изменение программы развития застроенных территорий. Она касается лиц, проживающих в аварийном и ветхом жилье. Раньше при переселении застройщик должен был предоставить собственнику такого жилья аналогичную квартиру на территории Улан-Удэ. Теперь порядок предусматривают возмещение деньгами. Способ изменился, и теперь он будет за счет возмещения денежными средствами, застройщиками, инвесторами, лицам, которые имеют право собственности в таких изымаемых жилых домах. Доходная часть бюджета города на 22-й год была увеличена за счет остатка и безвозмездных поступлений. Таким образом, сумма увеличения составила 1,6 миллиарда рублей. Доходная часть бюджета города на сегодняшнюю дату составляет 22,215 миллионов рублей. Изменения были и в расходной части. Расходная часть у нас увеличилась на 2,696 миллионов рублей. И общая расходная часть у нас составила 23,748 миллионов рублей. Также депутаты обратили внимание и на состояние детских лагерей. Многие сооружения в них требуют ремонта, либо сноса и строительства новых. Надо только узнать, где мы будем финансироваться, заказывать проектно-сметную документацию и дальше вперед. Не говорю, что все. Ну, хотя бы начать с малого, с двух-трех лагерей. Игельевич сказал, что до 30-го года есть финансирование непосредственно на модульных сооружениях. Это хорошо. Но здесь надо смотреть более глобально. То есть, начиная от визуализации, дизайна и современности вообще подхода к такому роду раздоровительных мест. Никита Сумбацаренов, Немар Аднаев. Программа «Вместе». Мир Байкал.